юлия крынская папа для сладкой булочки глава первая кира мужчина вставайте вы околеете что же мне с вами делать выскочила называется за хлебушком через два часа новый год о бабушке ржаной горбушечки захотелось с причудами она у меня но единственная родная душа приехала из деревни помочь мне с булочкой треплю мужчину за плечо рискуя рухнуть к нему в сугроб и беспомощно оглядываясь по сторонам народ уже засел по квартирам провожать старый год вечно пьяный толик бредет со своей неунывающей собакой звать его бессмысленно сам бы не упал из арки выруливают друг за дружкой два такси из распахнувшихся во все стороны дверей вываливает шумная компания женщины благоухают духами за километр затейливые прически блестят лаком возбужденная болтовня смех суета спутники дам уже приняли на грудь и обсуждают грядущее застолье бросаюсь к ним там мужчина пьяный замерзает в сугробе помогите поднять его не теряйся за ноги хватай и тащи домой дылда в шубке и зондатры и с розовым пером в волосах заливается смехом компания ее поддерживает вы скорую вызовите советует мужчина с зализанными назад черными волосами мы то куда его заберем компания скрывается в подъезде снова остаюсь одна не считая луны с тоской окидываю взглядом небо звезд то сколько сегодня одна срывается и падает скорее думаю чем загадываю помоги ты мне с этим мужиком достаю старенький телефон и растерянно смотрю на потухший экран батарея сдохла в самый нужный момент встав на цыпочки стучу в окно своей кухни благо первый этаж бабушка выглядывает из-за занавески и вопросительно кивает указываю на мужчину одетого точно для похода в гараж лежит закрытыми глазами свернувшись калачиком сугробия руки спрятал в карманы поношенной куртки в стиле милитари шапка с надписью абибас натянута до ушей бабушка задергивает занавески и вскоре выходит в овчинном тулупе и валенках на улицу вот развожу руками пока скорая приедет крякнет человек бабуля наклоняется над незнакомцем и поднимает ему шапку на лоб а что вроде не старый выпил подрался боевой значит бланш под глазом пройдет а так и ничего крепкий с виду баба шура ты это к чему уточняю с подозрением она у меня озорная ростом хоть и маленькая а ожилистая глаз голубой шебутной давай-ка за руки за ноги его бабушка лезет в сугроб и приподнимает мужчину за плечи как мешок с картошкой мне уже соседи предложили его у себя пригреть и ты туда же неужели я так безнадежно безнадежно или нет а мужика сейчас хорошего днем с огнем не сыщешь вон по телевизору каких глистов показывают без слез не взглянешь одно слово упыри а этот прям богатырь по нынешним меркам бабушка дома же булочка вдруг он буйный а буйный сковородкой его смеется бабушка слушай меня кирусь баба шура плохого не посоветует не гоже новый год девкам в одиночку встречать смотрю на мужчину привалился головой к бабушкиному животу и ухом не ведет шапка снова съехала ему на глаза нельзя человека в такой мороз на улице оставлять вешаю на руку полиэтиленовый пакет с хлебушком и хватаюсь за ноги в стоптанных ботинках мятая брючина задирается оголив покрасневшую от холода лодыжку отморозит бедолага все что можно убедила понесли волоком с тремя передышками втащили мужчину в квартиру мама в подарок на совершеннолетие оставила мне двушку и улетела на гоа со своим гуру мне он не понравился но если мама с ним счастлива то и дай им бог или в кого они там верят три месяца назад мама поздравила меня в телеге с рождением булочки хотя в феврале настоятельно советовала сбегать на борт после этого я с ней полгода не общалась с мужчиной я была один раз и залетела вспоминаю эту ночь как сказку ярослав воронов хозяин концерна в котором я проработала два месяца в медкабинете увидят меня и не вспомнит кира чего застыла возвращает меня бабушка к суровой действительности вспоминай чему тебя учили первая помощь при отморожениях раздается плач булочки бабушка срывается и опрометью несется к правнучке бегу моя сладкая смотрю на часы до боя курантов полтора часа снимаю пуховик сапоги и сажусь возле распластанного на ковре мужика лежит безжизненное тело на моем пути декламирую стишок из анекдота чтобы хоть как-то подбодрить себя раздеваю мужчину меня бросает то в жар то в холод когда понимаю что под курткой и штанами у мужика больше ничего из одежды нет бабушка сказала что у него фингалы и я не спешу снимать с него съехавшую на глаза шапку он тихо мычит из под нее увидев его тело сажусь разинув рот передо мной идеальный продукт человеческой цивилизации такой торс явно не на разгрузке вагонов накачан ну что гюльчатай открой личико накрываю полотенцем причинное место мужчины и дрожащей рукой снимаю с него шапку смешок срывается с губ да ты просто панда дружок темные волосы на ощупь мягкие и шелковистые невольно сравниваю незнакомца с яром так я называла воронова в ту ночь мы занимались любовью при свечах и воспоминания у меня скорее тактильная ощупываю голову мужчины открытых ран нет били больше по лицу будто для того чтобы невозможно было опознать закрадываются нехорошие подозрения одежда на мужчине однозначно чужая может и напоили его случайно где я хрипит мужчина открывая глаза наклоняюсь над ним и в меня упирается замутненный взгляд трындец мужчина снова закрывает глаза видимо я и правда безнадежно пока я сверившись с интернетом реанимирую мужчину он даже не шевелится как он бабушка выходит в коридор качая булочку жить будет но скорее всего не с нами увидел меня и сказал трындец бабушка подходит и оценивающе разглядывает моего пациента ну я бы на его месте не очень привередничала усмехается бабушка пойдем за стол уже угу отзывается мужчина переворачивается на живот встает покачиваясь на четвереньки и направляется в комнату я провожаю его за выраженным взглядом фигура у него обалдеть а ты брать не хотела корит меня бабушка заходим в комнату следом наш гость упал и спит возле елки под мигающими разноцветными огоньками здравствуй дедушка мороз вздыхаю я сдергиваю плед с продавленного кресла и накрываю непрошенного гостя ковер мягонький пусть спит умиляется бабушка давай за прошедший прошлый год треснем клюквенного видываю плед саду ковер мягонький пусть спит умиляется именно